Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Остальные стали летчиками, составив в основную сформированные позже эскадры Лафайет. Основу точнее. Из тех 128 американцев почти каждый пятый отдал свою жизнь за Францию. Среди них были известный поэт Аллан Сигер. Подвиг этих людей привлек огромное внимание американских журналистов. Публикации стали решающим фактором, влиявшим на решение США вступить в войну 1917 года. Битва на Марне, согласно плану Шлиффена, разработанному задолго до начала войны, Германия должна была быстро оккупировать Францию, вторгнувшись в нее с севера через территорию Бельгии. После череды неудач в августе французские войска все же дали отпор германской военной машине в битве при Марне 6 сентября, передотвратив захват Парижа. В этом сражении франко-британским силам впервые удалось остановить натиск немцев и тем самым сорвать их основной стратегический план. Фронт после этого сменился к северу и с наступлением декабря стабилизировался. Началась позиционная война. Пулеметы. Первая мировая война наглядно показала, насколько далеко за последние годы ушел технический прогресс. Его символом можно смело назвать пулемет. Модели этой эпохи смогли сделать целых 200 выстрелов подряд без потребности в охлаждении, отлично подходили для поддержки пехотных атак. В бою немцы обычно размещали их на передней линии на первом этапе войны. Это позволяло им получить огромное преимущество над противником. Захват знамен. Боевое знамя имело огромную важность для каждого воинского подразделения. Неудивительно, что любой из таких флагов считался очень ценным трофеем. Оказавшись в безвыходном положении, бойцы старались сжечь или спрятать знамен до того, как попадут вместе с ним в руки к врагу. Когда война приобрела оппозиционный характер, знамена исчезли с поля боя и демонстрировали только во время различных военных церемоний, проводившихся вдали от фронта. Вот так вот. Хотя могу еще, наверное, прочитать про монетку. А, это пуговицы, это не монетка. Сероватно-голубые шинели французских войск имели золотые пуговицы, которые порождали немало проблем на поле боя. Они блестели на солнце, выдавая врагу местоположение солдат. Зачастую бойцов демаскировали ярко-красные брюки. Ну да, форма у них, скажем так, она палит их. Ладно. Штабная карта. Совершая маневры на сельской местности, солдаты Первой мировой войны не мог подробно современным бойцам использовать спутниковую навигацию. В его распоряжении были лишь компасы и штабная карта. Задачи по ориентированию возлагались в первую очередь на офицеров и унтроофицеров. Немецкие гильзы. Немецкие гильзы 7,92 мм Маузера, как для обычных МГ, так и для тяжелых германских пулеметов СМГ, использовались патроны одинакового калибра. Аналогичным гибребребрасом заряжались и стандартные винтовки, стоявшие на вооружении немецких войск Кар 98К. Лишь патроны для пистолетов Маузер С-96, выдававшихся офицерам, имели меньший калибр 7,63 мм. Вот такая вот штука. Ну, заодно узнаем об истории хоть немножко, по крайней мере, о Первой мировой. Так, вот здесь тут пулемет. Ох ты ж мать, я вовремя спустился, потому что смотрите, как он далеко бьет. Нам, видимо, надо прогрызть быстренько. Давай, грызи, грызи, он почти перезарядился. Так, а у нас уже есть, кстати. Суды ищи. Бам, мы сломали доски. Вот смотрите, он этого не ждет. На гранату, дебилу кусок. Прорываемся в бой. Ломаем преграды. Вон, урод. Че, ты нас рано заметил? Опять преграды, видите? Так, бежим, пока он перезаряжается. Это вовсе было нехорошо, она нас чуть не пришибли. Ну, ладно. Так, нам надо привлечь, на самом деле, внимание этого придурка. Да, и просто забраться по лестнице. Ну, можно просто пробежать вот эту дверь, а можно на самом деле. Эээээ. Ты должен был быть привлечен вниманием, какого фига ты отвлекся. Вообще, в прошлый раз я успел его уби... А, я его не так убил. Всё, да, я вспомнил, я его убил. Ну, во-первых, мы берём вот эту фигню. Вот так я его убил. И нам дали, даже не знаю, как это назвать. Это что, это помидоры, овощи какие-то? Видимо, да, действительно, это овощи. Так, а что мы можем с ними сделать? Можем их кинуть. О, смотрите-ка, там письмецо. Я в прошлый раз его, кстати, даже не видел. Давайте перед всем этим почитаем быстренько вот про эти письма и... Платок с вышивкой. Льняное бельё очень ценилось на фронте, поэтому на нём часто вышивали инициалы владельцы. Несмотря на расхожее мнение, вышивка в те времена не была исключительно женским занятием. Многие военнопленные коротали за ней время. Письмо германского солдата. Дорогие родители, у меня всё отлично. Поход тут хорошее. Надеюсь, в Бат-Дюркхайме у вас, точнее у всех всё хорошо. Мы быстро продвигаемся вперёд и уже скоро будем в Париже. Какой сувенир вам привезти? Ваш Гюнтер. Ну, очень самонадеянные немцы. Ладно. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. В общем, немцы нам говорят о том, чтобы мы привезли им хавку. И вот ещё один главный герой игры. Этот маленький хороший добрый пёсик. Ладно, пёсику нужна вода. Давайте дадим им воду, за что он нас потом очень хорошо отблагодарит в последствии. Пей, хороший, пей, друг. Что нам надо сделать? Здесь такие вот маленькие обучающие по началу задачки. Нам показывают. Эмиль! Ха? Пей! 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 от времени отправлять весточку родным военная корреспонденция доставляла бесплатно что создала финансовые и логистические проблемы всего в годы войны с фронта и на фронт было доставлено 10 миллиардов писем и открыток сначала почтовая система была беспорядочной но потом фронт поделили на сектора с индивидуальными индексами визит полевого почтальона был одним из самых радостных моментов солдатской жизни битва приняв шапель 10 марта 915 года британские снаряды градом обрушились на позицию немцев в этот день впервые была использована тактика продвижного заградительного огня при которой все оружие ведут стрельбу по одному наблюдательному рубежу а затем сосредоточивает огонь на следующем рубеже пехота находившиеся на безопасном расстоянии передвигалась вперед синхронно со сменой рубежей постепенно захватывая ранее занимаемые германскими войсками позиции течение дня 530 задействованных в битве орудий выпустили более 216 тысяч снарядов в среднем каждая пушка стреляла примерно раз в две минуты но остальные части я прочитаю чуть позже единственное фото я прочитал по моему еще можно дневник прочитать да у него появилась вторая запись 20 августа 914 года еще один день в пути сегодня впервые услышал пушечные выстрелы не хочу убивать пора отогнать все эти мрачные мысли и попробовать заснуть вот такие вот у него мысли на этот счет вот давайте зальем воды подогреем огонь и запустим сосисок ох какой я молодец сказал он и пошел дальше пёс и напился водой лает на сосиски и нам показывают что там какие-то пушки у англичан подвезли еду мы видим выстрелы пушек вот снаряд начинает нам приближаться что он делает нам надо бежать мы видим что собака спряталась и мы бежим мы вроде бы убежали и пёсик нас разыскал именно этот пёсик будет с нами всю войну собственно я бы сказал что в каком-то смысле это история пса как он прошел всю войну с горской людей он там уж как далеко так кидаем пёса принеси давай мы хороший молодец хороший пёсик поднимаем эту гадость пёс радуется так же как и мы это еще офигенная история на самом деле мне она очень нравится так мы вот должны отсюда привезти по моему тележку больше ничего нельзя взять нет мы должны привезти отсюда тележку естественно начнет скатываться но нам надо быстренько приближать отсюда опа давай перебегай лично что это видимо это пушка да наверное пёс очень умный поэтому он сразу может залезть в такие вот места и оттуда пёсик нам показывает что там что-то можно прорыть вот здесь можно прорыть нет оттуда пойдет пёс он нам показал что тут мы прорыть можем мы рейд 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 мы роем ложкой это так прикольно там ничего нет окей прорылись какой-то тоннель что так пёсу не нравятся эти снаряды у нас об этом походу предупреждает но там лежит крест я хочу взять крест интересно что он что он дает так мы подобрали кстати какую-то фигню гильзи с крючком переместился так а вон наверх можно забраться здесь есть лестница но блин как туда забраться окей сейчас мы попробуем это сделать оу ой пёсик какой-то умный давай копай что там нашел косточку нашел какой молодец давайте мы пойдем сейчас собьем эту крепаную лестницу ой пёсик ее поймал вообще прям прям шикарно пёсик ты молодец чтобы я без тебя делал крест и мы забираем у пёсика косточку даже как-то обидно пёсик иди сюда пойдем так стой здесь не подходи к снарядам отлично пёсик радуется пёсик рад тому что у нас все хорошо так здесь я вижу тоже снаряды пёсик хорошо он пробрался мимо нам походу придется выбираться как-то так сосиски и песик убежал стой стой пёса ой-ой-ой-ой бедняга тихо-тихо-тихо не вырывайся ты ой-ой-ой бедняга тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Продолжение следует...